Самая красивая, самая талантливая, самая-самая. Какая она, мисс Ярославль 2013? Вот об этом мы сегодня и поговорим с Николаем Миханко и победительницей 2013 года в конкурсе мисс Ярославль Еленой Коршуновой. Самое доброе утро. Здравствуйте. 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 Расскажите, Елена, как вы себя чувствуете после такого крупной победы такой, после такого серьезного титула? Я чувствую себя счастливым человеком. Счастливой девушкой. Теперь падают штабелями, наверное, мужчины, когда вы выходите из трамвая. Ну, не без этого. Да? Ясно. Ну, у вас какой-то бэджик есть или вас уже узнают? Меня не узнают, но мне сказали уже очень много комплиментов. Все поздравили меня, даже незнакомые люди подходят, поздравляют, говорят, что я достойна победы. Да? Ну, действительно, вы достойны победы. Мы здесь в студии это вам подтверждаем. Хотелось бы узнать у Николая. Николай, каким образом из простых Ярославль, простых девушек, получаются королевы, получаются мисс? Сложная работа? Команда стилистов, пейзажистов. Так, команда тогда и стилистов, и пейзажистов огромная просто. Ну, вот. Тяжелый у нас труд. Их же надо еще найти, научить, учить, разглядеть. Ну, как вы ездите в троллейбусах, в такси по городу, смотрите «Красавица». То есть, как в фильмах все, да? Вот выбегает человек из машины, говорит, девушка, девушка, завтра вы участвуете в мисс или нет? Большая часть его участниц, так, собственно говоря, и попали к нам на конкурс. Сами не приходят, то есть? И титулованно. Не, приходят, естественно, и сами приходят. Вот, но самое титулованное, то, что происходило, мы находили, естественно, как-то случайно. Ну, в данном случае я находил случайно. Вот. Где-нибудь там, выйдя откуда-то, увидев, и... Из ночного клуба в 5 утра. Вот она, красавица, ты идет. Вот она, королева. И такое тоже бывало. Серьезно? Ну, серьезно, да. Кстати, действующая первая вице-мисс Россия. Вот так и получилось. Я ее увидел буквально, выйдя из клуба. Она, кстати, тоже блондинка, по-моему, да? Да. Чем вы объясняете, что блондинки побеждают? Это мода или... Ну, я бы не сказал, что мода, но просто совокупность сочетания внешних данных лица, то есть с фигурой. Все-таки выгоднее быть блондинкой? Ну, не знаю, выгоднее, не выгоднее. Но перспективней. Я всегда смеялся вот на эти анекдоты про блондинок. Да, я хотел бы сейчас проверить Лену, маленький тестик задать. Лен, быстро, не думая, как правильно, Ирак или Иран? Да что вы, это же две страны. Разные. Разные. Отлично. Вот видите, дорогие друзья? У тебя не получилось. У меня не получилось. Нет, я очень рад, что и красота на уровне, и интеллект на уровне. Вот это, наверное, здорово. Лен, скажите, пожалуйста, а корона вам остается? Нет, корона, она не остается. Переходящая. Она переходящая, я ее одела и... Помирите. С удовольствием. Можно оденешь? Николай, вот сейчас будет коронация в прямом эфире. Ту-ду-дун, ту-дун, 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 ту-дун. Да. Вам очень нравится. Вот это да. И действительно, сразу меняется человек. Действительно, я бы тоже померил, но, боюсь, меня неправильно поймут наши телезрители. А скажите, пожалуйста, вот от чего все-таки зависит победа в конкурсе? Это только внешние данные или есть там какие-то вопросы, визитка? Ну, есть, конечно, и вопрос. Это совокупность всего вместе и... Ну, внешне, естественно, данные в первую очередь, конечно же, вот... Ом, харизма. О, видишь, помогает. Ну, это хорошо, это хорошо, когда такие талантливые участницы. Вам лично что дает победа? Ну, как бы вы на что рассчитываете? Или, может быть, уже какие-то вам есть контракты от модельных агентств московских или мировых? Хотите ходить по подиуму? Или, как бы, вот взяли диплом, повесили себе куда-нибудь на стенку, да, и дальше в офис работать менеджером? Ну, в первую очередь, это дает мне уверенность в себе, еще больше уверенности. И это было моей мечтой, победить в конкурсе красоты. Как бы осуществление мечты, это такое чудесное чувство. Вот, и я также поеду на конкурс «Мисс Россия». И посмотрела на Николая, точно поеду? Полуфинальный кастинг, да. Да, мне нужно пройти сначала кастинг, и надеюсь, что я его пройду. Опять кастинг. Да. Ясно. Мы желаем вам удачи, огромное спасибо Николаю Миханко за такую прекрасную возможность для ярославских девушек попасть куда-то в суперфиналы, да, отборочных соревнований по красоте. Наташа, добавишь что-нибудь про красоту? Да, я сижу и молчу просто. А потому что ты красивая, тебе зачем говорить? Я улыбаюсь. А ты улыбаешься, да. А ты улыбаешься, да.